Мой отец всегда был строгим, но слишком занятым для воспитания. Всегда в работе, в каких-то делах, переговорах. Дома он почти не бывал. Но я не жалуюсь, нет, я всегда был при деньгах, и дела для меня особо не было никому. С 14 я впервые наивился в усмирь. В 16 уже курил на флэтах и отжигался по клубам. Мог по нескольку дней не появляться дома. А папа обычно даже не знал. Просто его тоже не было. Он был на работе. Потом была учеба за границей. Да, я все схватывал на лету. Но при этом учился крайне плохо. Мне просто в это было неинтересно. Я не понимал, зачем мне это, если у меня и так все есть. Но в этом году все изменилось. После ухода отца его компанию распилили так быстро, что я даже не успел протрезветь последней пьянки. В один век не стало ни заводов, ни недвижимости, ни возможности вернуть все это. Все, что мне осталось, это старая ферма, с которой когда-то начинал свое большое дело отец. Я не знаю, почему не отобрали ее. Наверное, потому, что от нее проще избавиться, чем поиметь какие-то деньги. И вот я здесь, без какого-то понимания фермерства, без опыта и финансов, но с желанием хотя бы раз в жизни сделать что-то стоящее. Что-то, чем бы гордился мой отец. Мне, конечно, говорили, что здесь полная разруха и делать нечего, но что все настолько плохо, я себе не представлял. Я думаю, начать стоит с осмотра территории. Все здесь заросло какой-то травой, кустами. Сколько лет назад этой фермой пользовались вообще? Здесь какая-то техника, но я не уверен, что она работает. Выглядит, по крайней мере, как сильно заброшенная. Видимо, сюда можно загонять какие-то трактора или комбайны. Есть даже велосипед. Ну да, он весь ржавый и не работает. Походу, растащили здесь все, что не прикручено. А это что? Автопарк с техникой, автобус, грузовики. Но состояние, конечно, их осталось только сжечь или утопить. Я вообще не уверен, что это когда-нибудь может завестись. Да, ну и войнище, конечно, в этом автобусе. Явно как-то сдох. Кстати, есть какой-то гараж для ремонта, видимо, техники. И даже не все инструменты украли. Это удивительно. Возможно, работники, которые здесь все демонтировали, оставили. Неплохо. Этим мы будем пользоваться, я надеюсь. Территория, конечно, большая, но настолько запущенная. Я думаю, в первую очередь, надо будет здесь как-то прибраться. Покосить вот эту траву, потому что здесь даже не пройти, не проехать. Я очень боюсь, что меня какая-нибудь змея здесь укусит. Интересно, здесь водятся змеи? Так, а это что? СМУ-2024, город Омск. Вероятно, вот это строительно-монтажное управление и занимало здесь вывозом всей техники. Насколько я знаю, техника все-таки какая-то рабочая здесь должна была быть, а не вот эта вот вся руклей гнилая. Это будка для охраны, все понятно. Охранять здесь пока нечего. А вот это, кстати, мое поле. Здесь даже что-то выросло. Непонятно только, кто это все сажал. Видимо, кто-то пользовался полем, пока это все простаивал. Но сейчас появился хозяин. Собирать этот урожей буду я. Надо это сделать, пока не приехали деревенские. Вот эта территория, насколько я понимаю, тоже принадлежит мне. Что здесь у нас? Трактор какой-то. Ну, он в состоянии таком же. Собственно, как и вся техника на территории. Какая-то бочка, водонапорная башня. Не знаю, работает ли это все. Надо разбираться. Нужен какой-то специалист. Я, к сожалению, ни черта не понимаю. Фермерство. Заправка. Интересно, есть там бензин или нет? Что? Здесь есть пожарная станция? Нет, это просто стоит машина. Видимо, ее сюда скинули, как и все. Что у нас в этих гаражах? Ключи мне какие-то выдали. Даже подходит. Все, конечно, тоже заросшее. Опа. А вот и техника, которую мне обещали. Не уверен, конечно, что я смогу на этом пахать. Но в деревню кататься, в принципе, пойдет. Цепь только надо смазать. Маленько шуршит. Ладно. Продолжаем анбоксинг. Что у нас в этом гараже? Я думаю, этот велосипед нужно поставить на место. Он пока нам не пригодится. А что вот с этим гаражом? Я надеюсь, может, хоть здесь стоит комбайн или что-то подобное. Здорово. Он-то хоть заводится? Ржавый, конечно. Страшный, убогий. Но выглядит как рабочий. Даже в гараж его закатили все-таки. Давай попробуем. Да, какой же он страшный. Как заводить трактор? Я никогда не ездил на тракторе. Надо попробовать. Что-то он не хочет. Ну, аккумулятор, похоже, сел. Сколько он здесь простоял, вообще непонятно. Ладно. Не будем мучить эту бабулю. Я предлагаю найти какого-то местного умельца в деревне. И он, наверное, нам сможет завести этот трактор. Хотя бы его как-то обслужить. Может быть, что-то масло поменять. Что-то с этими тракторами. Я обычно на своем Мерседесе всегда ездил в сервисный центр. Мне там все делали. А тут я даже не знаю. Наверное, что-то найду в деревне. Итак, какой план? Я думаю, стоит съездить в город. Навестить банк. И посмотрим, какая у нас вообще финансовая ситуация. Я, насколько знаю, тут какие-то долги есть. За этим предприятием, скажем так. И надо разобраться, кому я сколько должен. Сколько у меня есть денег. Просто у самого меня на кармане всего 650 долларов. На эти деньги особо-то ферму не поднимешь. Я планирую взять какой-то кредит. Может быть, если мне дадут. Было бы неплохо. Итак, по последним сводкам из банка на мне висит долг в 330 тысяч евро. Соответственно, чтобы не отобрали окончательно эту ферму, нужно все это будет выплатить. Какой план? Из тех средств, что мне доступны, это в принципе только вот мой любимый автомобиль, Мерседес. Я узнал. Его могут принять вот здесь в трейд-ин. И, наверное, на эти средства мы попробуем сейчас, что-то как-то восстановить. Да, не густо, конечно, за него предлагают. Всего 50 тысяч. Но это все же лучше, чем ничего. Поэтому, я думаю, стоит продать. В деревне мне Мерседес все равно не нужен. А вот какая-то серьезная техника, я думаю, пригодится. Ну и в первую очередь, я думаю, стоит обзавестись сенокосилкой. Или как она называется? Такую штуку я хочу купить себе. Конечно, хотелось бы большую. Но, сами понимаете, денег таких у меня нет. 50 тысяч на кармане. Можем позволить себе только вот эту малышу. Давай купим ее. Я думаю, травы косить там придется очень много. На аренде разоришется. Сейчас я попробую договориться, чтобы мне ее доставили. И продолжим уже там, на нашей территории. Наконец-то довезли мне технику. Сейчас я попробую все это здесь косить. Кстати, пришел человек из деревни. Я с ним договорился по поводу трактора. Сейчас посмотрит, что там у него не заводится. Свечи, не свечи, масло. В общем, обещал, что все сделает за недорого. Надеюсь, так оно и будет. А мы пока начнем косить, потому что пройти здесь просто невозможно. Да, кто бы мог подумать, что я буду когда-нибудь косить траву в деревне. Еще и на своей ферме, для которой должен 350 тысяч евро банком. Жизнь все-таки интересная штука. Вопрос только с тем, что делать с вот этой травой, которую я накосил. Об этом я, конечно, не подумал. Надо будет сейчас, после того, как я все скошу, и сдам эту косилку. Узнать там в магазине, что у них есть. По-любому есть какие-то собиралки, грабли. Что-то нам, может быть, даже купить, если оно стоит недорого. Вот и все. В принципе, я сросил всю траву, которая здесь мне мешалась на территории. Я думаю, стало гораздо аккуратнее. Сейчас нужно сдать эту косилку поскорее, пока не накапывалось слишком много денег. И, наверное, узнать, что там кто-то с собиралками травы, как ее собрать, грабли, не грабли. Сейчас этим займусь. Кстати говоря, тот мужик из деревни, который приходил обслуживать трактор, сказал, что все сделал. Дело было в том, что там свечи были залиты, бензонасос не работал. В общем, что-то такое. Но он сказал, что все починил. Я думаю, сейчас можно будет на тракторе и поехать, в общем-то, до города. Купить там или скорее взять в аренду какую-то штуку, чтобы собрать вот это все сено. Потому что, ну, вот так оно валяться здесь не будет явно. Гнить и вонять на территории оно мне не нужно. Заводись, заводись. Ееее. Работает. Теперь как бы выехать отсюда, не сломав эти ворота. Ух ты. Резвый достаточно трактор-то. И у нас тут есть кондиционера нет, климат-контроля нет, АБС нет. Зато есть магнитола. Прикольно, конечно. Ладно. Имеем, что имеем. Поехали до города. Вроде никого нет, можно выезжать. Слушай, а неплохо он едет. Достаточно быстро. Я думал, такая техника вообще передвигается 5 км в час. Вот он, собственно, и магазин. Удобно, что наш участок находится рядом с магазином. Недалеко ездить за техникой. План какой? Нужно сейчас собрать всю траву, а потом, пока у нас еще идет осень, и пока не сгнил наш урожай, то, что растет, нужно обязательно собрать, потому что это все деньги. Так, давай припаркуемся как-то по-человече. Ну, как-то вот так. Я думаю, для трактора в деревне это нормально. Пойдем в магазин. Итак, что у нас здесь есть? Нам предлагают сеновырошилку взять, переворачивать скошенную траву, чтобы та быстрее сохла. Ну, давай, наверное, возьмем сеновырошилку в аренду и перевернем, чтобы она высохла. Правильно, я понимаю. Это мы берем в аренду. Какой-то космический корабль просто. Я надеюсь, это подойдет к нашему трактору. Мне сказали, что все подходит. Как-то тут оно прицепляется. Вот этот рычаг опустить, тут поднять, вот эти шланги соединить. Ну, мне менеджер все объяснил. Заводится, конечно, трактор сложновато. Ну, ничего, я думаю, сейчас переработается. Механизмы, может, притрутся. Начнет работать по-человечески. Слушай, подошла штука. Космический корабль, мы на месте. Сеновырошильный. Погнали. Погнали ворошить. Успеваю, вроде бы, да, проскочить. Интересно, сколько стоит вот этот трактор, который мне достался? Я думаю, вообще, какие-то сущие копейки. Поэтому, скорее всего, с его продажей даже и денег-то толком не выручишь. Нужно, помимо вот этого все сена-солома, срочно думать, как бы мне заработать. Да, тракторист из меня, конечно, пока атакой себя. Я только учусь. Я думаю, впоследствии, я буду управляться с этой техникой гораздо бодрее. Приезжали сейчас какие-то деревенские ребята. Угорали, конечно, на уголной, что я тут на бетонном покрытии проросшую траву, кашу и пытаюсь собирать. Мне эту траву надо убрать, как она в любом случае. Не руками же ее выдирать теперь. Так, вроде бы все. Но самое главное, мне эти пацаны предложили выкупить вот эту технику, всю старую гнилую. В общем, что предложили мне эти ребята из деревни? Они хотят забрать вот эти три грузовика. Точнее, два грузовика и автобус. Я, в принципе, не против им их отдать, потому что здесь вот в автобусе нет ни салона, ни стекол. Вот в том грузовике нет двигателя. Этот тоже, мне кажется, уже не работает и никогда не заработает. Денег на их ремонт потратишь больше, чем они стоят сами. Они готовы забрать себе на какие-то запчасти, видимо, на металлолом или что. У них там в соседнем, в соседней деревне есть какой-то свой это колхоз, не колхоз. Чем-то они там занимаются. В общем, заберут. Да, дешево, но я думаю, они мне, во-первых, очень сильно помогут, что освободят территорию. Еще и сами за это дадут денег. Поэтому я, не думаю, согласился. Сказали, приедут завтра. Я думаю, сейчас стоит съездить в магазин, сдать вот эту штуку для ворошения и взять в аренду какую-то другую, которая собирает это все в тюки или там в волки, что-то как-то, чтобы уже наконец-то убрать здесь территорию. Хочется увидеть, как это будет выглядеть в очищенном виде. Увидимся в магазине. Так, ворошилку мы сдаем. Забирайте. Что я хотел купить дальше? Мне нужен упаковщик тюков. Что он делает? Упаковщик тюков оборачивает тюки травы фольгой, чтобы они перегнивали и превращались в силу. Подожди. Мне сперва нужно тюки сделать. Мне нужен тюкопогрузчик. Мне нужен тюковщик какой-то, видим. Вот тюковщик. Да, тюковщики спрессовывают скошенную траву. Траву, солому или сено в удобные тюки. Ага. Стоит очень дорого. Вот. Вот этот наш вариант. Тюковщик спрессовывает скошенную траву, солому или сено в удобные тюки. Агромаш. Бобруйск. За пять тысяч. Какие 160? PRF 180. То, что надо. Так, ну вот такую штуку мне предлагают купить за пять тысяч. Сказали, что траву собирает на ура. Местного какого-то производства. Бобруйск. Агромаш. Стоит всего пять тысяч. Предлагаю его купить. Это наша первая покупка для фермы. Надеюсь, не последняя. Что, родимый, как ты выглядишь-то? Уши. Неплохо, неплохо. Неплохо. Конечно, не те крутые иностранные аппараты, которые там предлагали за сто и за 150 тысяч. Но я надеюсь, что своих денег он стоит. Главное, чтобы подошел к этому трактору. Подошел. Слушай, эта штука, она даже больше, чем мой трактор. Обалдеть. Я надеюсь, он справится с этим. Вроде бы везет. И уже хорошо. Трактор, конечно, старый. Видавший виды. Но пока все задачи, которые я на него возлагаю, исполняет так, как надо. Не знаю, как он может перевозить большой вес, когда я буду возить там урожай и прочее. Но как-то, наверное, сможет. В крайнем случае придется какой-то трактор помощнее или грузовик брать в аренду. Так. Я на месте. Как это работает? Давай чуть-чуть сдам назад. Включить тюковщик, опустить подборщик. Ну-ка, опустить подборщик. Опустили. Включить тюковщик. Включили. И... Ну и давай погнали. Ну вот я и закончил здесь с уборкой территории. Такая получилась территория. Кстати, ребята уже приехали, забрали эти грузовики. Лишних вопросов не задавали. Сами приехали, загрузили и уехали. Времени заняло это буквально там 2 часа. А вот этот вот большой комбайн пусть пока стоит. Не знаю, что с ним делать. Надо к кому-то обратиться. Может быть, его еще можно починить. Но я тоже в этом сильно сомневаюсь. Видок у него такой же, как у тех грузовиков. А вот про то, что там на заднем дворе пожарка и трактор, я думаю, даже и мечтать не стоит. Кстати, про траву. У меня собралось в тюковщике в моем 72%. Это 4071 литр. Это, конечно, еще не полный тюк, но уже что-то. Я пока этот хорошо, что тюк оставил себе. Что я его не брал в аренду, а купил. Пусть он будет у нас. Его, наверное, стоит куда-то запарковать. Попробую сейчас это сделать в гараж. И при случае потом докосить где-то траву еще на своей территории. Косилку, наверное, стоило тоже купить сразу, а не брать в аренду. Но ничего, в следующий раз съезжу и докуплю ее, когда будут деньги. Парктроника, конечно, на этом тракторе не хватает. Ну, вроде что-то получается у меня. Давай, давай, аккуратно. Главное, ничего не помять. Ну, вот как-то так. Это мы пока отцепляем. И трактор глушим. Какой дальнейший план? У нас сентябрь. И нужно поскорее собрать вот эту вот штуку, которая выросла. Я думаю, скоро она начнет гнить. Урожай созрел сорга. Так, как бы нам это сделать? Сейчас гоняю до магазина, попробую взять там какой-то комбайн в аренду. Наверное, у них что-нибудь есть. Потому что урожай надо собирать. Пока мое предприятие только тратит деньги. Из 50 тысяч у меня осталось 32. Вот это уборка территории, покос травы. Очень много съели. И пока ничего не дали. Ну, это и понятно. На траве много не заработаешь. Нужно, наконец, уже начинать что-то выращивать. Но для этого нужно подготовить поле. Сейчас я его скашу, соберу. И, возможно, к следующему сезону я успею все подготовить. Вспахать все, что надо. Удобрить. Вон, у людей уже поля готовы. Все сделали и ждут следующего сезона. Весны, так сказать. Надо тоже не отставать. Смотреть то, что делает в этой деревне. И просто повторять. Так, ну вот я доехал до магазина. Наверное, велосипед где-то здесь припаркую. Потом, когда буду сдавать комбайн, он мне пригодится. Вернусь на нем. Ну, здравствуйте. Что у вас тут по комбайнам? Давайте показывайте. Итак, уборочные машины. Смотрим. 75 тысяч, 129, 265. Да вы что? 400. Где мне таких денег-то взять? Что есть? О! Комбайн Дон. 15 тысяч. Комбайн Нива. Вот это наш вариант. Конечно, он старенький. Но потому и цена такая. Итого. Стоит он будет нам 15 тысяч. А в аренду он будет стоить 765. Давай мы пока его возьмем в аренду. Денег, чтобы его купить, у нас нет. В аренду мы можем себе позволить. И для него нужна, нужна, нужна жадка. Правильно я понимаю? Вот. 25, 32. Че ж оно все такое дорогое? Нам нужна жадка какая-то для нашего комбайна. Вот, рост сельмаш, 4 тысячи. Это дело. Это дело. Это вот то, что мне подходит. Это, видимо, 4 метра. Это, видимо, 5 метров, да? А сколько метров вот это? 6 метров. Шестиметровая жадка. За 4 тысячи. Давай мы ее тоже возьмем в аренду. Ну, такого красавца нам дали в аренду. Я думаю, сейчас по-быстрому нужно собрать весь урожай, потому что скоро уже октябрь. А в октябре, как я выяснил, весь наш урожай уже пойдет на помойку. Поэтому нужно не затягивать. Нужно собирать и куда-то продавать, пока он еще каких-то денег стоит. Даже пусть небольшие деньги будут у меня с этого поля, но терять я их не могу себе позволить ни в коем случае. Ну что, вот я и на месте. Можно начинать по уборку. Я даже не знаю, сколько будет по объему с этого поля. Хватит ли мне объема бункера. Сейчас все будем выяснять по ходу действия. Если что, быстро сбегаю в магазин, куплю какой-то, с ней возьму в аренду, скорее какой-нибудь прицеп или грузовик бортовой. Что-то будем думать. Пока нужно собирать. Ну вот я и заполнил полностью комбайн. 6000 литров. Сейчас я думаю, стоит его заглушить. Пусть он стоит здесь. А сам бегом за трактором. Где у нас наша ферма? Вон она. За трактором. Дую в магазин, чтобы там взять какой-то прицеп. Опять же в аренду. Вряд ли будет он дешевым. Но если будет что-то дешевое, можно и прикупить, конечно. А задача какая? За эту ночь успеть собрать все. Потому что уже темнеет. Но надо успеть. Надо все собрать, чтобы максимально-максимально продать верна. Это мои будут первые деньги. Они очень важны. Потому что до следующего сбора урожая никаких денег, скорее всего, мне не предвидится. Что у нас по прицепам, ребята? Показывайте. Прицепы. Вот такие есть прицепы. Этот перевозит все. Еще и закрывается. Вот этот, кстати, маленький. 350 килограмм. Блин, 350 килограмм это маловато. Это 2,4 тонны. А у нас там 6000 литров. Сколько это тонн? Не знаю, влезет ли сюда все. Что еще есть по прицепам? Это все дорого, 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 дорого. 100 тысяч. Конечно, прицепы классные, но денег нет. За 5000 есть прицеп. Это что за прицеп? На 1000 литров. Ну, на нем не навозишься, конечно. А вот этот 11500. 8 кубов. Соответственно, в него должно влезть все, что есть в комбайне. Правильно я понимаю? И есть как альтернатива вот эти два. 21 тысяча и 25 тысяч. Я предлагаю его брать не в аренду. Я предлагаю его сразу купить. Потому что прицеп нам нужен в любом случае. Так, уже стемнело пока я здесь. Шарахался с этим прицепом. Как же долго заводится этот трактор. Ничего, ничего. Скоро, скоро ферма заживет. И трактора будут хорошие. Да, прицепчики хорошие, правда. Собирать урожай ночью, это, конечно, то еще приключение. Но что поделать? Очень долго я провозился с этой травой на территории. Надо было, конечно, начинать все-таки с сборки урожая. А потом уже в свободное время облагораживать территорию. Все там зачищать. Но умная мысля приходит опосля, как говорится. Поэтому имеем, что имеем. И сейчас, среди ночи, я буду косить это поле. В принципе, большую часть я уже скосил. Вот он стоит, наш комбайн. Ну, как наш. Не наш, конечно, к сожалению. Так, как-то вот так, я думаю, будет хорошо. Идем в комбайн. Отлично. Все перегрузили в трактор. Это мы убираем. Свет включаем. Комбайн включаем. И погнали собирать дальше. Ночь еще длинная. Все поле нужно убрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот я и собрал свой первый урожай. У меня есть полная телега. Полная телега сорга. Еще немножко осталось в комбайне. Я думаю, сейчас можно поспать. А завтра уже с полными силами буду продавать все это дело. Даже технику сейчас никуда угонять с поля не буду. Прямо тут на поле все и оставлю. Главное закрыть тентом. Вот так вот. Глушим трактор. Глушим комбайн. И спать. Увидимся завтра. Кто-то скажет, что я зря в это ввязался. И что мне тут не место. Что ферма это не для таких как я. Ну что ж. Я очень надеюсь, что вы ошибаетесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин